МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите на канале ГРТ программу «Общественный интерес». 20 октября в стране пройдут президентские выборы, а вместе с ними референдум. Сегодня в программе «Выборы 2024» будем обсуждать вопросы, связанные с предстоящим проведением республиканского референдума о европейском курсе Молдовы. Сегодня к нам по скайпу присоединятся Ион Дрон, юрист Анатолий Церрано, политолог Игорь Бакетару, представитель ассоциации «Промо-Лекс». Уважаемые гости, приветствую вас! Ассоциация «Промо-Лекс» представила третий доклад миссии по наблюдению за президентскими выборами и республиканским конституционным референдумом от 20 октября, в котором содержатся констатации за период с 18 сентября по 1 октября. В докладе главным образом отражено начало избирательной кампании, нормативно-правовая база, относящаяся к этому периоду, и действия выборных соискателей, а также деятельность избирательных органов. Господин Бакетару, «Промо-Лекс» в первом разделе рекомендует представителям религиозных культов воздержаться от проведения предвыборной агитации. В то же время полиция должна зафиксировать и расследовать и наказывать случаи участия религиозных культов в предвыборной агитации. Обоснуйте, пожалуйста, вот этот пункт. Да, добрый день. Спасибо большое за приглашение на вашу передачу. Я бы хотел начать с общих моментов, но если говорить именно о данном вопросе, то по закону, по законодательству, религиозные культы не должны вмешаться в политическую деятельность. В данном случае есть и решение Конституционного суда от 2016 года, когда после президентских выборов 2016 года Конституционный суд постановил, в однозначном виде, что участие религиозных культов нарушает Конституцию. И в данном случае после этого были внесены изменения в законодательном кодексе, в новом кодексе, об этом говорится, а также в кодексе правонарушения. И в данном случае представителей не имеет значения никакого культа, но религиозных культов в агитацию они не должны вмешаться, поскольку за это должны последовать штрафы, согласно, повторюсь, кодексу правонарушения. За отчетный период Центральная избирательная комиссия ЦИК приняла 106 постановлений и аккредитовала 527 международных наблюдателей. На местном уровне избирательные советы исполнили свои обязанности надлежащим образом, за некоторыми исключениями. Какие были исключения? То, что было отмечено в вашем отчете. Ну, в общем, это такие рабочие моменты касательно деятельности избирательных органов в основном составления, именно список тех, которые должны быть членами должных данных избирательных органов. Повторюсь, я бы хотел, если можно, несколько минут общих по поводу 20 октября, что нас ждет. Может быть, наши слушатели в большинстве своем знают, может быть, некоторые не знают. Но вы, как вы уже говорили, речь идет о двух типах выборов, которые будут в один день. Это во многом новизна данных выборов 20 октября, поскольку и выбор президента, и референдум Кассиона будут иметь юридические последствия. Это будет впервые в Молдове. Очень важный момент для избирателей. В этот день им выдадут по два бюллетеня, если избиратель захочет проголосовать на обоих выборах. Очень важный тоже момент, что их проинформируют, то избиратель должен знать, что он два раза должен подписаться за один бюллетень отдельно и за другой отдельно в один и тот же список избирательный. Он должен это знать, он будет проинформирован. Вот, к примеру, подпись за референдум, к примеру, или подпись за президентские выборы. И если избиратель захочет подписаться для обоих выборов, ему выдадут два типа бюллетеня. Эти бюллетени будут различаться, будут там разные. Один будет со списком кандидатов касательно президентских выборов, другой бюллетень будет вопрос от референдума и опции. Да, варианты воли заявления, да или нет. Нет. И очень важно, поскольку, я почему повторюсь, поскольку если он идет сидей, избиратель придет на участок сидей, что он будет голосовать только на одном, то есть или на президентских, или на парламентах, для референдума, то он должен забрать только один. Поскольку если он захочет его выбросить, или вынести даже из избирательного участка, то тоже за это полагается штраф. А что, есть такая возможность вынести и наблюдать? Ну, не знаю, за это полагается штраф. Если он захочет, не знаю. К примеру, он взял эти два бюллетеня, но подумал, я не хочу проголосовать, я хочу только, например, для президентских, либо для референдума. Ну, на избирательных участках там есть и наблюдатели, и члены комиссии. Да, и наблюдатели, и будет член бюро, который будет там возле урны, и будет наблюдать за этим, чтобы не вынесли там избирательные бюллетени, или чтобы их не разорвали, и так далее. Но это очень важно, еще раз проинформировать наших слушателей и избирателей. Касательно вашего вопроса по поводу организации действительности, проблем нормативных и законодательных, если можно так сказать, это то, что если в один день у нас два типа выборов, получается, и компании, вот сейчас у нас идет агитация, уже две недели прошли, третья неделя агитации, избирательные компании тоже параллельно идут. И тут в чем одна из проблем, которые мы выявили, это в том, что, к примеру, те, которые... разные субъекты. То есть, если я хочу, к примеру, баллотироваться на президентских выборах, я как гражданин, я могу, поскольку независимые кандидаты тоже могут участвовать на президентских выборах. Но что касательно референдума, как участник, то участниками могут быть только партии или только избирательные блоки, да, партии, объединение партии, получается. То есть, как независимые или как гражданин, как ассоциация граждан не могут участвовать. И так получается, что, например, есть, которые зарегистрировались, если партии имеют и кандидатов, и в то же время она имеет право, эта партия, и как участник референдума участвовать в дебатах или продвигать свою программу. Но в то же время те, к примеру, которые независимые кандидаты участвуют, как независимые в президентской гонке, то они не могут быть участниками референдума. Этот момент, который мы выявили и захотели показать, какие проблемы в этом случае могут быть с этим именно... Какие могут быть проблемы? В смысле, что он не может делать регистрацию. То есть, получается, что в разных условиях независимые, и которые являются представителями партии. Да. В разных условиях, да. Скажите, пожалуйста, вот в разделе, отведенном избирательным спором, что было отмечено? В большинстве... В большинстве споров связано с президентскими выборами. Там только один-два-два случая связаны с референдумом, но в большинстве своем это связаны с президентскими выборами. Некоторые конкуренты или граждане в качестве граждан сетуют на то, что некоторые конкуренты там административные ресурсы используют или там другие моменты. Но, повторюсь, это в большинстве своем относится к президентским выборам. Что касается референдума, поскольку, я как понял, мы в этой передаче в основном про референдум, В этой программе, да, мы говорим больше о... Да. То у нас, как мы уже знаем, зарегистрировано 15 участников референдума из 19. 19 хотели, то есть было подано заявление 19, но в конечном случае у нас 15 участников. В большинстве своем, а именно 13 из 15, это с опцией или с вариантом волеизъявления, да, и два участника с вариантом волеизъявления нет. Если так пройтись. И то же, что мы выявили, когда мы наблюдали за активностью, да, и конкурентов, и участников референдума, то все-таки выявили, что в большинстве своем все-таки активность, это относится к президентским выборам, в большинстве своем действия, поскольку самые активные именно участники или кандидаты на президентских выборах. Если продолжить по вашему отчету, один из разделов это выдвижение и регистрация выборных соискателей. Вот в этом разделе конкретно что было еще отмечено? Ну, касательно выборов я уже говорил, в референдуме говорил о том, что, да, соискатели, термин соискатель это общий такой, который и кандидаты, и участники референдума. И было именно выявлено, что всего этих было подано 19, эти статические данные, о которых я уже говорил. И из этих 19 в четырех случаях не были зарегистрированы участники референдума, но другие 15 были зарегистрированы. И вот я говорил тоже про статистику активности. К примеру, мы выявили за первые две недели кампании избирательной в общей сложности практически 800... 792 мероприятия. Да, мероприятия. Из этих мероприятий к референдуму, да, относятся чисто к референдуму только где-то 100 из них. Микс, то есть и такие, и такие, где-то 255. А большинство, практически больше 400, относятся к президентским выборам. То есть все-таки больше всего мероприятий агитационных относятся к президентским выборам, а к референдуму. И референдум самый активный – это партия Возрождения. Больше всего, да, у мероприятий выявлено где-то 70. И в то же время там и другие партии – это и ПАС, и ПКРМ, и МАН. Вот у меня был следующий вопрос. Кто и где проводил мероприятия? И были ли замечены нарушения? Тоже в вашем отчете отражено это? Да. Если говорить с географической точки зрения, да, ну, конечно, что это большие города, там тот же Кишнев, Беллс, тот же Камрад, где наши наблюдатели увидели больше всего о мероприятии, связанных с референдумом. По поводу нарушений – это обобщенное число у нас, то есть они относятся и к выборам президента в основном, к президентским выборам, но есть и некоторые, которые у компании по поводу референдума. Хотя очень сложно, это еще одна констатация, да, это очень сложно где-то поставить грань. Это относится чисто к референдуму или относится чисто к президентским выборам. Мы всегда приводим к примеру тех дебатов, да, дебаты, которые организуются на президентских выборах, и кандидаты могут одну треть своего времени, да, для дебатов они могут говорить про референдум. И даже с финансовой точки зрения, как мы поняли, цикл берет как бы там 50 на 50, то есть если один и участник на референдум зарегистрированный, и в то же время он является кандидатом, то с финансовой отчетности тоже берет как бы половину туда, половину сюда. И для нас тоже было трудно. Но если говорить о нарушениях, то практически та же ситуация, что и на прошлых выборах, на местных выборах. Это два момента таких более весомых. Это коррупция избирательная, и в то же время это использование инистративных ресурсов, да. Эти два явления являются такими самыми большими проблемами избирательной компании в республике Молдова. Скажите, пожалуйста, также в вашем отчете было зафиксировано и сообщалось о предполагаемых актах запугивания выборных соискателей. Можно конкретнее об этом поговорить? Ну, у нас больше всего относятся запугивания как избирательных функционеров, там, и некоторые из них, но все детали, чтобы не говорить только об одних случаях других, все детали в докладе. Спасибо. Я бы хотела, вы не уходите, я бы хотела подключить к нашей беседе юриста Иона Дрон. Вы на связи? Господин Дрон. Мы продолжаем, у нас тут техническая есть неполадка. Скажите, пожалуйста, финансирование выборов и избирательной кампании, также в вашем разделе, в контексте конституционного референдума незаявленные расходы составили более 1 миллиона 100 тысяч леев. Большинство средств куда направляется? Да. Когда мы говорим именно о тех средствах, которые сейчас, которые не были заявлены кандидатами, имеется в виду, что это из того, что мы выявили. То есть кандидаты и участники референдума, они по закону должны отчитываться перед Центральной избирательной комиссией. И они отчитываются. Там есть доклады, которые, все-все перечни там, на что тратят деньги. В то же время мы, как миссии по выборам, смотрим наши наблюдатели, смотрят, какие все-таки мероприятия организованы и что они делают на местах. И поэтому мы наши цифры, то есть наши данные, мы сопоставляем с данными, которые они отчитались, то есть участники референдума, к примеру, отчитались в ЦИК. И после этого мы выявляем те расходы, которые мы считали, наше мнение, что они не были задекларированы. И там две категории. Те, которые в большинстве своем, это все-таки деньги, которые относятся к президентским выборам. Но есть такая сумма, которую вы уже озвучили, это больше миллиона шестьсот лет, которые мы считаем, что не были задекларированы в контексте референдума или избирательной кампании для референдума. И вы посмотрите в доклады, там четыре участника. В основном практически половина из этих денег относится к одному участнику этих референдума. Но главное, это большинство расходов на рекламные материалы. Расходы, которые мы считаем, что не были все задекларированы на рекламу, на рекламу в социальных сетях и на транспорт. Эти три категории самые такие большие, поскольку в социальных сетях сложно контролировать и для органов власти, сложно проконтролировать, что и как там делается. И в то же время на транспорт мы считаем, что не всегда для некоторых участников референдума это считается простым, что он там залил бак бензина туда-сюда и все. Но все эти деньги, все эти деньги, все эти мероприятия, все этот транспорт должен быть задекларирован в Центральной избирательной комиссии. Давайте поясним, на транспорт это во время проведения мероприятий? Да, да. Именно во время мероприятий, которые, например, тоже, если мероприятие в Камраде, к примеру, да, но этот политик живет в Кишиневе, тот момент, что он с Кишинева и туда в Камрад и обратно, это уже он должен все эти деньги как расходы... Даже на своем транспорте? Он это должен задекларировать, что это то, что он потратил для... поскольку для чего это делается? Для агитации, для предвыборной кампании. И в данном случае все эти деньги должны быть задекларированы, кстати, расходы. Также в период с 9 по 22 сентября, сколько было сообщений о случаях языка вражды? Да, язык вражды, да, согласно нашему отчету, спасибо и за данный вопрос, было минимум 14 случаев. Язык вражды это где-то еще новый для многих, новое понятие, новое словосочетание, думаю, для многих нас и слушателей, но мы всегда пытаемся показать людям, что мы, особенно политики, как пример для всех нас, не должны использовать этот язык вражды, не должны использовать словосочетание для скриминации посредством негативных ассоциаций с разными проблемами психи, психического здоровья, сексистские, гомофобные, они не должны использовать. Это наше мнение. И поскольку, повторюсь, политики это все-таки модель, модель для подражания для многих, и мы выбираем их как наших руководителей, в данном случае думаем, что нет места языка вражды в данном контексте. Спасибо. И я хотела бы вас поблагодарить и напомнить нашим телезрителям, что наблюдательная миссия проводится под эгидой гражданской коалиции за свободные и честные выборы. С нами по скайпу сегодня в программе принимал участие Игорь Бакатару, представитель ассоциации «Промо-Лекс». Референдум является республиканским и конституционным. А что это значит? Конституционным это значит, что на референдуме граждане не будут голосовать за или против присоединения и вступления республики Молуковой войны, как говорит нынешняя пропаганда, начиная с весны этого года, и не только. А на референдуме граждане будут голосовать и будут иметь в бюджете для голосования проект закона, который предусматривает изменение Конституции, чтобы было понятно, в каком виде, который он имеется сейчас, если граждане проголосуют, оно вступит в законную силу без дополнительных процедур, если этот референдум будет считаться как состоявшийся и то, что сейчас находится в политике, будет через некоторое время после публикования в официальном мониторе частной Конституции. В Буликине есть текст закон, который вносится, который будет вноситься в текст Конституции. Понимаете, вот, допустим, в преамбуле будет говориться, что вступление республики Молуковой в Евросоюз цель, а потом вносится в Конституции дополнительная статья 143, которая имеет два абзаца. Первый абзац говорит о том, что присоединение республики Молукова к уставу Урии будет осуществляться на основании органического закона принят в парламент. Часть вторая говорит, что как в связи с вступлением в Евросоюз, все законы и директивы откуда будут обязательно для республики Молдова. Если даже они противоречат внутренним законам, они будут иметь приоритетную силу. Вот это будут голосовать люди на референдуме. Я говорю, что он не был фактически обсужден так, как должен быть обсуждать. Скажите, вот сколько видов референдумов существует в Молдове? Есть референдум, есть местные, есть республиканские, как по масштабу, а есть консультативный характер и консультационный характер. Вопрос, на этом референду мог бы выставляться консультативный референдум, где граждане действительно имели бы простой вопрос. Согласны ли вы, чтобы республика Молдова вступила в ЕС? Если тогда так или нет, но сейчас люди в Молдове вносятся про их законы, в которых, я вас уверяю, даже некоторые юристы и с опытом не могут понять, в чём суть, потому что консультационное право – это особая бодрость, вы понимаете как? И там имеется миллион тонкостей и так. Если я сейчас, я не являюсь специалистом в области консультационного права. Но я сожалею о том, что за весь период, с апреля месяца, когда этот проект закона был о добром Конституте, я, как гражданин, не имел возможности на наших телевидениях в средствах массовой информации, государственных, в частности на центральном телевидении, чтобы нам выступали специалисты консультационного права и чтобы объяснили нам, в чём наши преимущества и в чём опасность у такого закона. А опасность этого закона, по моему мнению, она имеется. Я юрист по образованию, но говорю, не консультационалист. Но я могу интерпретировать законы и предвидеть, какие у него могут быть последствия. Я обязан по Конституции соблюдать решение консультационного суда. Но я как существо социальное и не как код домашний, имея право размыслить о том, как мотивировано это решение. И это решение мотивировано таким образом, который для меня просто звучит как обман. Обоснуйте. Почему как обман? Потому что по закону, чтобы менять Конституцию, а этот конституционный закон, и менять Конституцию, когда вопрос решается о суверенитете государства, этот закон должен пройти на референдум через голосование 50,5 плюс 1 из лиц, внесенных в список с правом голосования. Конституционный суд сказал, что этот закон не затрагивает суверенитет, поэтому он может быть принят на референдуме. 33,3. Не 50% из числа граждан с правом голосования, а только 33%. Вопрос у меня в чем обман? Обман в том, что вступление Евросоюз предусматривает ущемление в суверенитетах, хотим ли мы это, не хотим. Об этом говорит даже статья 5-й устава Евросоюза. Поэтому для меня непонятно, зачем этот обман, что при соединении не предусматривает ущемление. Когда часть старается, что этот закон приходящий оттуда, и он противоречит в том числе и в Конституции наши, он обязан для нас, это не значит, что ущемление суверенитета. По-простому, если ваш сосед приходит и говорит, что с следующего года вы не будете сажать кукуруза только подсолнух, и вообще вам надо убрать из огорода пару там, я не знаю, сарай, чтобы спросить его, на каком основании. А вам покажут документ, который скажут, вы вчера подписали документ, в котором обязались, чтобы вы не слушали, в меня всех указаний, которые приходят к своему двору. Так что вы исполняете вот такой смысл этого закона по Конституте, который гражданам призвано голосовать. Только... Будем объяснять, что это не опасно, но должна быть процедура, по которой у нас была защита против других законов, против некоторых законов, которые не соответствуют нашим интересам. Сейчас по Конституте у нас вода, допустим, то, что касается аэрофорта, то, что касается железной дороги, то, что касается подземных показов, это собственность государства. А если завтра придет оттуда директива, что они должны переходить в частном владении, тогда у нас нет никаких рычагов, чтобы воздействовать на то, что люди называют Конституцией, что мы будем исполнять то, что приходит оттуда, даже если противоречит нашей Конституции сегодняшней. Об этом сказал и посол Евросоюза, и скульптиму, что да, вы должны будете решить вопрос о продаже ваших земель иностранных гражданах. Нет, но сейчас уже идет совсем другая риторика. Господин посол уже говорит совсем другое, что Молдову не будут заставлять. Господин Дрон, это ваше... Нету времени, чтобы людей, юридичными вопросами обсуждать, но если сопоставить изменения, которые имеются, которые они предлагают, не в нынешней Конституции, а в противоречии. И здесь статья 8, часть 2, сейчас в нынешней Конституции говорит так, что если один международный договор, подписан в Республике Молдова, содержит какие-то диспозиции, которые противоречит Конституции, должна быть изменена Конституция. То есть, а Конституция изменяется по закону сейчас двумя тридьями в парламенте. Они сейчас нам предлагают, в этом законе, который люди призывают голосовать, что в Конституции менять не двумя тридьями, а простым большинством голосов из будут выбрать и депутат. Если сейчас нужно две тридьями, допустим, там 61 или 64 депутата, будут голосовать только 51 депутат и будут менять конституции. Вот смысл, в чем дело. Это фактически конституционный переворот через этот референтум, на который приглашен я как гражданин и как турист. Поэтому я не собираюсь туда ходить, участвовать в этом перевороте. Но это ваше мнение и ваша гражданская позиция. Это моя гражданская позиция, которая вторая, чисто прагматическая, как отец. Потому что я должен думать не только о себе, а я должен думать о поколении, которые будут последовать за нами. А когда меня призывают голосовать на референтум до завершения никаких этих... Соглашения? Соглашения, да, вот, то соглашение, да, окончание, да, если прототип, да, обрету святого попыта в законе. Потому что все страны, которые сделали референтум для вступления в ЕС, проводили референтум после завершения консультации. То есть сейчас у нас приходят домашние задания. Мы должны вот это домашнее задание вместе с ними быть, С этим согласны, с этим не согласны. Страны, которые действительно уважают своих граждан, они создали команду адвокатов, юристов, которые участвовали в этих переговорах. А мы единственная республика, которая голосует и соглашается до начала переговоров. Это опасно, потому что голосовать, я могу голосовать, не зная за что, и на время моим наследникам. Два. Могу не голосовать и что-то потерять. Может, там имеется что-то хорошее. Вопрос, почему они не считаются с нами. И этот вопрос должны посмотреть дальше. Потому что этот референдум, проведенный сейчас, один в конце может быть проблемой для республики Монтога, когда закончатся переговоры. Потому что вопрос о вступлении будет решаться всеми членами в каждом парламенте своей страны. Если там какая-то страна скажет, что этих людей было референдум, который прошел только 30%, а за время переговоров вырос число скептиков, мы не можем принимать страну, у которой такой раздрай внутри. Зачем нам страна, которая с таким раздрайом внутри? Я думаю, странно их делать после окончания переговоров. Потому что после окончания переговоров понятно, кто не согласен или не согласен вступить. А что у нас получится? Когда у нас закончатся переговоры, у нас может быть 90% не согласен вступлении. Господин Дрон, вы плавно ответили на все мои вопросы, которые я заготовила, не дав момента даже мне задать их. Скажите, на ваш взгляд, какие положительные факторы риск и какие риски вступления в Евросоюз? Если вот так вот попунтно. Я не знаю. Потому что я сказал, что этот референдум, он проведет до начала переговоров. Чтобы говорить о каких преимуществах и какие опасности у нас должен быть список вопросов, которые мы должны обсуждать на переговорах. Об этом мы никто не знаем сейчас. Это не суд вопросов. Давайте рассмотрим два сценария. В случае, если граждане Молдовы проголосуют «да» или «нет», что происходит дальше? Происходит также изменение Конституции, фактически отсутствие Конституции. И все директивы, которые будут приходить из Евросоюза, будут обязательны для исполнения, а переговоры уже не имеют смысла. А если нет? А если нет, это еще шанс есть, что у нас будут нормальные переговоры, будут публичные переговоры, будут переговоры, в которых будут учитываться интересы граждан, а не только группы политических комиссаров. У которых имеется одна единственная стратегия – удержаться у власти, а не будущей этой страны. Ну, на Ваш взгляд, 20-го ночи или 21-го октября, что может произойти? Может произойти. По референдуму может состояться, если выйдут 33% изголосовавших. Могут выходить 33% и больше половины, или 17% или 18% будут голосовать против. Но может быть наоборот, выйдут 50% и будут 50% голосовать за, и все. И будет миллионная конституция, наша страна, продолжность атаки, и даже продолжность культура. Потому что мы не знаем, что будем продавать, из того, что не верим, за какие есть. Мы покупаем катар в местах. Откуда мы знаем, что это за 15% после этого переговора? Никто, да, нормальная страна-то не сделала, за исключением Македонии. Македония было вынуждено сделать референдум, потому что на референдуме менялось и название страны. А без названия страны не могли начаться переговоры. Мы будем, которые проходят референдум, не зная, что покупают и что нам предлагают. И когда приходит посол и хочет с нами быть открытым, все на него нападают и говорят, что он курет. Он говорит правду. Но, правда, никому не нужна. Мне кажется, и нам не нужна. Потому что мы плохали в этом. Но все эти пленники, вот этой пропаганды. Единственный голос, или несколько голосов, которые призывают к призвости, они не имеют доступа к национальному деревнению. Или даже, мы тоже не могут понять, ну что, 10 человек говорит да, один говорит нет. Значит, 10 правдых. Ну, и всегда так и разговаривают. Ну, и в завершении нашей беседы с вами хотелось бы сказать, что за 33 года независимости Республики Молдова провела 4 национальных референдума с консультативным решающим характером. Замечено, что ни одно из решений, принятых после этих голосований, не было воплощено в жизнь. Что будет после 21 октября? Увидим. Нет, после 21 октября это будет предложить, если будут голосовать 17%. Будет. Без никаких правоводов. Почему 17%? 33% должно проголосовать. Да, 33% из 30%, которые выйдут на... Референдум. На выборы. 17, 50, плюс один проголосовый. Зарим, все. И будет меняться Конституция. И оно будет, этот фикс будет частью Конституции. Это уже не будет, как было. Но, конечно, проголосовали, и ничего так отца не было виновного. Это первый Конституционный референдум. И по закону, раз проголосовали граждане, никакой Конституционный суд, никакой барабин не имеет никакого отношения к этому закону. Он просто публикуется в официальном мониторе и становится законом для всех. 17% будут решать судьбу остальной части Республики Молдоба. Часть изменения, то есть отказа Конституции фактически по суду. Вот такой вот народ. Спасибо вам за принятие участия в нашей программе. Я хотела бы подключить другого гостя и напомнить нашим телезрителям, что с нами на связи был Ион Дрон, юрист. Сейчас я прошу нашу техническую группу подключить к нашему беседе Анатолия Царана. Донал Царан, я вас приветствую и благодарю за то, что вы присоединились к нам, к нашей беседе. И у меня к вам первый вопрос. Скажите, пожалуйста, какие положительные факторы и риски вступления в Евросоюз? Положительных факторов очень много. Они касаются экономического развития Республики Молдоба, политического развития. Европейский Союз является наиболее продвинутым цивилизационным проектом современного мира. И все, что принадлежит Европейскому Союзу, является вершиной человеческой цивилизации. Нигде в мире больше нет таких моделей общественного развития, экономического развития, социального, демократического развития Европейских Союзов. В этом отношении страны Европейского Союза представляют вершину человеческой цивилизации. Что касается минусов, в любой системе есть свои минусы. Но преимущества Европейского Союза покрывают свихвой все те недостатки, которыми он обладает. При этом эти недостатки значительно меньше, чем у других социально-экономических и политических систем. В этом отношении Европейский Союз, несомненно, является на Республике Молдова очень привлекательной моделью развития, которому следует следовать. Давайте рассмотрим два сценария. В случае, если граждане Молдовы проголосуют в первом случае «да» или во втором случае «нет», что происходит дальше? Если на референдуме граждане Республики Молдова скажут «нет» Европейскому Союзу, это означает, что в какой-то мере будет заторможен процесс европейской интеграции. И это может негативно повлиять, в собственности, на все эти объемы экономической и финансовой помощи, которые идут со стороны Европейского Союза для Республики Молдова. Поэтому негативный результат референдума будет означать, что мы просто задержимся на пути европейской интеграции, но это, навряд ли, остановит само наше развитие. Что касается положительного ответа на вопрос референдума, это означает, что Европейский Союз получит подтверждение, что народ Республики Молдова уже на этом этапе готов к европейской интеграции. И это, несомненно, увеличит в том числе и объемы помощи, которые идут для Республики Молдова. В отличие от выборов, где важен просто результат «победил-проиграл», в технологиях референдума явка играет большое значение. Необходимо 33%, чтобы считать референдум состоявшимся. Соответственно, в день референдума на избирательные участки должны явиться треть избирателей, обладающих активным избирательным правом. Ранее вы в одной из программ отметили, что... Хочу даже процитировать вашу цитату по инсайдерской информации, которую я получаю с территории. Все говорят о том, что ситуация на пределе. И нет уверенности, что референдум состоится и завершится положительным результатом, заявили вы. Господин Церанус, скажите, что вы имели в виду, высказав вот такую вот фразу? Я имел в виду, что против Республики Молдова ведется усиленная, интенсивная идеологическая война. Эта гибридная война влияет на умы людей. Достаточно большое количество молдавских граждан введены в заглуждение в результате этой информационной атаки, которая приходит из унии в первую очередь со стороны России. И это обстоятельство, несомненно, затрудняет процесс принятия правильного решения со стороны молдавских избирателей. Но в конечном итоге на всех этапах политическая борьба не затухает. В данном случае это связано с обосновлением политической ситуации Республики Молдова, связанной с войной на Украине. Стена обстоятельства, что Россия ведет агрессивную войну против Украины. И эта война может распространиться и на Республику Молдова, потому что нынешний правящий класс и нынешнее правительство России стремятся восстановить Советский Союз. При этом делают это, используя самые оголтелые методы, в том числе и даже войну. И в этом смысле, несомненно, Республика Молдова является объектом интенсивной идеологической обработки со стороны Кремля. И повторяю, это ввело в заблуждение определенное количество молдавских граждан, которые могут применять неправильное решение ему референдумы, а это уже означает, что результаты референдума влияются извне, а не являются исключительно решением молдавского народа. И все же я хотела бы получить ответ. В случае, если придут менее 33%, что тогда? Это означает, что референдум не состоялся, и изменения в Конституции не будут произведены в результате этого референдума. Не более того. А это означает, что через два года эксперимент, или, скажем так, референдум может быть повторен, но уже в условиях, когда Республика Молдова недополучит значительные объемы помощи, и, может быть, это означает, что приведет в чувство тех граждан, которые сегодня выступают против европейской интеграции. И они поймут, что они совершили ошибку тогда, когда не пришли на референдумы. И последний вопрос. Если граждане говорят «да», когда Молдова становится членом Евросоюза? Нет. Молдова становится членом Европейского Союза, когда проведет все необходимые реформы, и лишь только тогда мы будем соответствовать европейским правилам жизни и деятельности. А это означает, что нам предстоит еще путь до полной европейской интеграции. Но если мы скажем «да», это означает, что Европейский Союз в значительной степени будет нам помогать преодолевать те трудности, которые стоят на букву интеграции. Это означает, что там экономическая и финансовая помощь и другого рода помощь, которая будет введена в Европейской Союзе, будет постоянно возрастать. И происходят изменения в Конституции, так? Да, и в этом случае происходит изменение в Конституции. Это означает, что любая политическая сила, которая введена в власть в результате демократических выборов в Республике Молдова, должна будет руководствоваться новыми положениями на Молдавских Конституциях. Спасибо вам за ответы на мои вопросы. Я еще раз благодарю за принятие, ваше участие, принятие в нашей программе. Несмотря на то, что вы быстро и коротко ссылаетесь на то, что у вас не хватает времени. К сожалению, никто к нам не хочет сюда приезжать. Говорят, что очень далеко, но все же это общественный канал Гагузи радиотелевизиону, на котором тоже хотелось бы на этих наших площадках видеть разных политологов, чтобы рассказывали и проясняли ситуацию. Еще раз я вас благодарю, желаю вам хорошего дня. До свидания. До свидания. В демократическом государстве есть два способа принятия решения. Прямой и косвенный. Референдум является формой прямой демократии, поскольку избиратели приходят на участки и самостоятельно выбирают направления, которые повлияют на их жизнь. Хотя может показаться, что референдумы организуются только на национальном уровне, но это не так. Любой населенный пункт в стране сталкивается с определенной проблемой. Может провести опрос мнения жителей. В этом случае будет организован местный референдум. Таким образом, в Республике Молдова могут быть организованы два типа референдумов – местные и республиканские. Республиканские референдумы делятся на четыре категории. Консультативные – служат для сбора мнений по определенной проблеме, затрагивающих жизнь граждан. Законодательные – направленные на изменение определенного закона. Конституционные – изменяют определенные статьи Конституции страны. По отставке президента – законодательные конституционные референдумы и референдумы по отставке президента имеют непосредственные юридические последствия. Это означает, что после признания результатов референдума решения отражаются в законе или соответствующей статье Конституции. Пункт 3 статьи 153 Избирательного кодекса Республики Молдова гласит, акты, принятые на республиканском референдуме, имеют юридическую силу после их подтверждения Конституционным судом и обязательно к исполнению на всей территории Республики Молдова. Республиканские референдумы проведены в Республике Молдова в следующих годах. Референдум 1994 года. Впервые молдаване пришли к избирательным урнам для участия в референдуме 6 марта 1994 года. Избиратели должны были решить вопрос сохранения государственности Республики Молдовы или, проще говоря, какой путь выбирает Молдова после распада СССР. ЦИК бойкотировал этот референдум, поскольку он не был легитимным. Тем не менее, голосование на «не называлось референдумом», а использовалась формулировка «социологический опрос». На избирательные участки явилось около 75% всего населения. Референдум 1999 года. Был инициирован президентом Петром Лучинским. Его целью было превращение Республики Молдова в президентскую республику, чтобы власть была сосредоточена в руках одного человека. Референдум провалился, поскольку на избирательных участках не было необходимой явки. В нем участвовали менее 50% избирателей. Референдум 2010 года. В 2010 году избиратели с правом голоса посетили участки для принятия решения в Конституционном референдуме. Целью было изменение Конституции таким образом, чтобы президент был выбираем народом, так как в 2001 году он назначался парламентом. Перед референдумом был снижен избирательный порог до 33,3% граждан. Однако даже такие меры не смогли стимулировать треть населения явиться курном. Соответственно, референдум провалился. Впоследствии мы вернулись к выборам президента народом, постановлением Конституционного суда. Референдум в 2019 году в Республике Молдова предложил избирателям два вопроса. Они были предложены в рамках консультативного голосования, где население должно было принимать решения по следующим вопросам. Сокращение числа депутатов в парламенте с 101 до 61. Второй вопрос права народа отзывать, увольнять депутатов с должностей, если они не выполняют свои обязанности должным образом. На участок пришли более 38% избирателей, и референдум был признан действительным. Однако его положения не были реализованы. И в завершение программы хотелось бы отметить, что мы предоставляем право на реплику. А нашим телезрителям хочу напомнить, что у нас сегодня приняли участие по скайпу Игорь Бакутару, представитель ассоциации «Прома Лекс», Иоанн Дрон, юрист, Анатолий Церану, политолог. Я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего вечера на канале ГРТ. Вы смотрели «Общественный интерес». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова